Всем привет! Это Вероника. Очень рада видеть вас у себя на канале. Сегодня мы с вами разберем небольшую посылочку из H&M. Я у себя в инстаграме обозначила, что я планирую провести хотя бы октябрь без покупок одежды. Но эту посылку я заказала в конце сентября, так что технически я выполняю пока что условия челленджа, которые я дала сама себе. И кстати, еще хочу отметить, смотрите какая у меня супертолстая золотая цепь на шее. Никогда от себя такого вообще не ждала, тем более я человек, который вырос на шутках о мужчинах в бордовых пиджаках и толстых цепочках на шеях. Но тренды возвращаются, так что вот такую вот симпатичную плетеную золотистую цепь я купила в Zara. Она мне пришла, кстати, с тем самым зеленым свитером из Zara, который я вам показывала в прошлый раз, но я ее померила и сразу убрала в шкатулку и видео показать забыла. Вот. Но сегодня мы с вами поговорим про мой любимый сайт H&M. Сразу хочу отметить, что сегодняшняя закупка вещей будет абсолютно не какой-то шедевральной и трендовой. Я просто решила обновить себе пижамы. Дело в том, что пижама это элемент моей рабочей одежды, потому что я очень часто снимаю свои влоги из дома. В какой-то момент я посмотрела, что мои старые пижамы, они мне просто все надоели и мне захотелось вот, ну, просто как-то все скопом обновить. Благо сейчас осень и как-то, знаете, такое новое осеннее обновление. Но начну я не с пижам, я начну с украшения. Я сумасшедшая, я люблю дубликаты. Если я купила золотую цепочку, я подумала, что мне нужна еще и серебряная. Поэтому я взяла вот такую укороченную серебряную цепочку. Посмотрите, насколько они разные по длине. Это висит, ну, практически вот в области груди. Это прям такая супер короткая удавка. Я ее сейчас надела на самую короткую цепочку. Можно ее еще чуть-чуть удлинить. Но в любом случае, это такая короткая история. И я думаю, она будет хорошо смотреться даже не с какими-то свитерами, а, наверное, с водолазкой или вот с чем-то таким. Но захотелось вот взять себе просто что-то тупо такого яркого серебристого оттенка. В те моменты, когда ты надеваешь, скажем, какие-то серебристые часы, я все-таки допускаю сочетание золотого и серебряного. Но почему-то мне больше нравится, когда либо так, либо так. Следующая вещь – это шапка. Знаете, это были просто вот торги с собственной совестью. Я из той категории людей, которые считают, что им не идут никакие головные уборы. Я так искренне считаю. Но при этом, когда у тебя появляется ребенок и когда у тебя появляется мозг, ты понимаешь, что все-таки зима – это холодно. И ты уже не хочешь ходить и светить своими тремя волосенками на ветру, ты уже их бережешь просто максимально. Поэтому я взяла себе вот такую тонюсенькую черную шапочку. Если я правильно помню, это шапка из смесовой альпаки. То есть она должна быть достаточно теплая. Давайте я ее тоже примерю. Ну, знаете, с этими двумя цепочками, мне кажется, я выгляжу так, как будто бы я иду на дело. Но я скажу откровенно, это не самый худший вариант шапки на мне. Плюс, если выпустить как-то вот сюда волосы, да, у нее хороший объем. Она с одной стороны такая вся в облипку, но не перетягивает. Ну, достаточно теплая, но не жаркая. И при этом все-таки я прихожу к тому, что иногда проще и лучше покупать базовые цвета, которые подойдут ко всем моим курткам, ко всем моим пальто, чем покупать что-то яркое. В общем, шапка зачетная. Если вы в поиске такой же себе истории, рекомендую. Ну, и после легкой прелюдии из цепочки и шапки, давайте переходить к пижамам. Я их выбрала абсолютно базовые, спокойные, потому что в какой-то момент я поняла, что мне уже не хочется носить на себе какую-нибудь там мышку, котика. Или, например, в H&M есть очень странная пижама с картошкой фри. Как можно надеть на себя дома костюм с картошкой фри? Ты же постоянно будешь хотеть жрать. Все пижамы я брала в размере S, и я очень надеюсь, что я в него влезу, потому что в H&M очень такая бодипозитивная S. У них S это прям включая такой полный 46 размер, знаете, поэтому я в основном одеваюсь в S. Первая пижама будет вот такая серая, и из всех сегодняшних вариантов она будет максимально пижамистая пижама. Очень приятный нежный материал, мне нравится. Она на 60% состоит из хлопка, и на 40% состоит из полиэстера. Вы знаете, я в какой-то момент перестала бояться полиэстера, особенно не 100%. Некоторые соотношения натуральных нитей и полиэстера дают очень классный результат, и вещь становится очень удобная, очень ноская, и при этом легкая в обслуживании в плане стирки. Ну, это прям супер тоненькая пижамка. Она полосатая, бело-серая. Знаете, очень неплохой вариант для домашнего образа жизни, потому что все мягко, все комфортно, но это именно прям пижама-пижама. То есть я бы не пошла в этой пижаме даже в какой-то близлежащий магазин за батоном хлеба, потому что, ну, вот ткань прям типично пижамистая. Но, с другой стороны, в этом удобно быть дома, в этом удобно, я бы даже сказала, больше спать, чем заниматься, наверное, даже какой-то активностью. Хотя нет, наверное, заниматься активностью можно. Другой вопрос, как это будет смотреться на видео. Вы же помните, что я покупаю пижаму не просто так, а для того, чтобы снимать интересные влоги. Пожалуйста, не удивляйтесь, потому что следующая пижама тоже будет серая. Но я поняла, что такие цвета, как синий и серый, работают на мне максимально хорошо. И эти цвета, они меня просто как-то освежают и даже слегонца стройнят. Это у нас тоже костюм-двойка. Очень-очень тонкий материал, укороченный топ, длинные рукава, но топ короткий. Ну, как сказать, короткий. Ну, то есть, вот прям попупок, я бы сказала. И к нему идут вот такие серые брючки. Тоже достаточно тонкие. То есть, в принципе, ткань такая чуть-чуть просвечивает. Но, наверное, если надеть туда не совсем какое-то белое контрастное белье, будет неплохо. И в отличие от первого комплекта, это все-таки уже такие брючки. Они не заужены к низу. Ну, и в целом это вот уже больше похоже на такой некий домашний костюм. Но все равно он все-таки больше тенденция такая вот не домашний спортивный легкий костюмчик, а приятная пижамка. Единственное, что меня смутило, что в этой кофте мне все равно придется поддевать какие-то бра. Ну, потому что вопрос груди, он, знаете, всегда такой открытый. С одной стороны, хочется дома как-то более свободно ходить. А с другой стороны, когда у тебя грудь больше второго размера, это выглядит как-то немножко эпично. И уж тем более, если ты снимаешь видео, то вот эта вот грустная грудь, она тоже как-то расстраивает. Но это не совсем минус. Тем более, у меня сейчас есть очень много таких трикотажных топов, которые я ношу вместо бюстгальтера. Так что, я думаю, будет неплохо. Ну, и последний комплект на сегодня, это будет тоже пижама. Вот такого красивого, на мой взгляд, синего цвета. Ну, реально, цвет красивый. Знаете, такой немножко, как будто бы припылено-джинсовый. Не знаю, очень сомневаюсь насчет размера, но надеюсь, что все-таки здесь я в S-ку тоже попаду. Ну, посмотрите, как красиво. Цвет, цвет шикарный. А штанишки я взяла тоже размера S. Костюм сделан из стопроцентной вискозы. Поэтому ждать от этого комплекта, что он всегда будет ровно выглаженный, невозможно. Это не жесткий какой-то полиэстер. Поэтому здесь всегда будет такая некая натуральная замятость. Но я очень люблю вискозу в H&M. Они делают много вещей из этого материала. Он безумно легкий, комфортный, нежный, приятный. И за ним легко ухаживать. В общем, восторг. Так что мне тоже нравится. Мне кажется, должно это сидеть очень-очень даже неплохо. Девчонки, большое вам спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось. И главное, на что я хочу вас смотивировать после просмотра этого видео, чтобы вы встали перед самым большим зеркалом в вашей квартире, желательно перед дневным светом, перемерили все свои пижамы, домашнюю одежду, все, что вы носите, оценили это трезвым взглядом, проверили на наличие катышек, проверили на наличие дырок, растянутости, посмотрите на себя сзади, как выглядит ваша попа. И все в этом духе. Иногда можно спросить совет родственника. Иногда можно просто поставить камеру и, посмотрев на себя сзади, увидеть кое-что интересное. Поэтому трезво переберите свои домашние вещи, потому что дома нужно, как мне кажется, выглядеть точно так же хорошо, как вы выглядите, когда вы собираетесь условно... Ну окей, не на свидание. Собраться на свидание – это отдельная песня. Просто выглядеть так, как вы выглядите для других людей. Потому что вот эта вся домашняя трихомундия, эти все старые заношенные вещи – это не то, что вам нужно в вашей единственной драгоценной жизни. Ну что, умею я разводить на покупки, да? Мне прям самой хочется пойти себе что-нибудь купить. Все, целую, обнимаю, обожаю. До встречи на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok